Старое лицо, Татьяна, Инна Петрович, те, кто так говорит, значит, они относятся к категории здравствует дерево. Вы знаете, я уже, вот человек зашел на канал, увидел только одно видео, вот как я сейчас с вами разговариваю, почему я так отодвинулся. Потому что я не хочу крупным планом показывать, что у меня там нет с одной стороны, допустим, зуба, чего я буду им светиться. То есть, как говорят актеры, у нас есть рабочая сторона, а есть нерабочая сторона. И вот это повторять постоянно, я сижу из-за того, что там у меня с этой стороны плохой там вид, или там, значит, натянута вот так вот, я делал там пластику, у меня натянуло вот так вот. Как некоторые актрисы говорят, у меня несколько там перекривлено. Постоянно объяснять, но не имеет смысла. Вот я с вами общаюсь на расстоянии вытянутой руки. Так, старое лицо, Александр Зимин, ставь лайк. Татьяна Бодрова, бог в помощь. Цель воздержания опять-таки посвящается голодающимся. Кстати, Петрович, вы сказали про расшлаковку организма и гибкость. Так вот, у меня мышцы деревянные, особенно на ногах. То есть, есть элементарный тест, лежа на спине, я не могу полностью сделать угол в 90 градусов, ноги в отношении к корпусу. Тело не управляется полностью. Тойота, крестон. Что мышцы деревянные, значит, можно сделать вывод, что я зашлакован мое. Телосложение, эктоморф, я худой рост, метр девяносто, вес семьдесят килограмм. Ну, это, знаете, современные. Вот они вот так назвали эктоморф. Я не знаю, что это за звук такой, что это за такое слово. Эктоморф. Вот что касается телосложения, метр девяносто и семьдесят, это ветреная конституция. То есть, конституция, в котором превалируют, значит, сухость и холод в этом организме. Поэтому из-за... Организм плохо держит воду, вдобавок. Организм плохо держит теплоту. Из-за этой особенности, значит, вот действительно, на морозе что делается? Мышцы деревенеют, конечности деревенеют. Поэтому и это есть. Что в данном случае делать этому человеку? Просто-напросто. Если у вас не хватает, будем говорить, эластичности, там, влажности, смазывайте тело, особенно конечности, оливковым маслом. И вы почувствуете, как благодарно откликнется ваш организм. Вы сразу же почувствуете себя лучше, спокойнее, лучше будете спать. У вас улучшится гибкость, у вас улучшится состояние кожи, у вас улучшится внутренняя работа организма. В данном случае очень полезно, хотя это для некоторых будет смешно, это выстругивать из сливочного масла, из обычного сливочного масла, вот такие вот свечечки. И как только стул у вас становится слишком твердый, появляются козьи орешки, вы только на ночь раз вставили такую свечечку из простого масла. Сухость у нас проявляется именно в районе прямой кишки. Из-за того, что сухость там, эта сухость переходит на поясницу, она тоже деревенеет, на суставы, тазобедренные, они тоже деревенеют. Естественно, того, что тут задеревенело, у нас хуже идет снабжение кровью, вообще там жидкостями, отток, лимфы, ног, и они деревенеют. Так что помимо того, что человек специально растягивает, это не совсем поможет. Хотя в какой-то мере, да, растяжка тут небольшая, нормально. Но больше всего поможет это теплые прогревающие ванны и смазывание кожи тела оливковым маслом. И все будет так. Никаких голоданий. Такому человеку применять не следует. Он еще больше высохнет, и все процессы у него усугубятся. Геннадий Петрович, я поправил здоровье благодаря вам, благодарю вас. Но я отвечу, что не благодаря мне, я-то здоровье-то не даю, понимаете, нет у меня, чтобы трасс так в совочек здоровья, в кулечек отсыпал, как сахарок, да, отсыпают. Вы сами, главное человеку это дать понятие, как надо работать со своим здоровьем. И для этого особенно подходит такая книга «Основы здоровья». Вот там я впервые рассказал, что через человека проходят потоки. Все люди знают, потоки информации, энергии и вещества. Как только информационные потоки, они должны знать, что мы видим, что нам сообщили, то мы восприняли, нормально пропустили через себя, сделали какие-то выводы, сделали какие-то действия на это, и все. А если мы у нас только раз, это вызывает внутри панику, значит, эмоции вот эти вот забушевали, то есть мы не знаем, как делать, мы чувствуем какую-то угрозу нам, нашему благосостоянию, и пошло внутри. То есть вот этот информационный поток, он уже нашу, нашу собственную информационно-энергетическую систему перекривил, и она уже не может нормально работать. Видите, что значит поток информационный, идущий через сознание, через органы восприятия. Далее уже, энергетически, это уже пищевая составляющая, это уже дыхательная составляющая, а то, как мы дышим, что мы едим, уже это влияет на нашу, будем говорить, уже, как бы сказать, энергетику. То есть информация может нас мгновенно вернуть в какой-то ступор, в какое-то такое неадекватное состояние. То есть это только раз, мы сразу заоролим. А если мы дышим, если мы питаемся, да, вот, получая энергетику из пищи, из дыхания, это так резко не подействует. Это зато подействует, знаете, как бы сказать, незаметненько там, если у нас будет какое-то питание, несвойственно нам, ну, примерно через недельки-две мы его ощутим. Ну и, наконец-таки, вот эта вещественная составляющая. То есть, что за вещества проходят через нас? Все должно, то, что через нас идет, должно быть для нас пищей. В той или иной мере. Если это не пища, то она уже будет отрицательно действовать на нас. Либо такие продукты, которые нам не свойственны, но мы вводим, они, допустим, уже через месяц, через два, также начнут действовать. То есть, вот, зашлаковка организма, еще там что-то, еще там что-то. И в результате здоровья нет. Зная и понимая это, мы с вами не лекарствами, не еще чем-то, а только образом жизни, умом, движением, танием и распорядком дня, регулируем все свои функции. Видите, как все это просто. Только на днях вот подумала ни с того, ни с чего. Будет ли интересно? Малахова говорит, что это о жизни социальной, о бытовой ее стороне, о проблемах. И вот, пожалуйста, было интересно узнать ваше мнение. А, что говорит о жизни социальной, о бытовой ее стороне и проблемах? Ну, я как-то особо не касаюсь этого быта, потому что социального устройства, потому что оно неправильно. Вот, знаете, я сейчас смотрю Зеленского. Я смотрю Зеленского, который выдвинут на президента Украины. О чем он говорит? Он говорит о том, что я хочу вот этот пятилетний срок президентства, если я выиграю, посвятить тому, чтобы нормализовать, будем говорить, законы. Законы, которые правят обществом в данный момент. В человеческом обществе должны быть такие законы, которые мы с вами вообще-то принимаем, составляем, которые способствуют бы нашей жизни, нашему процветанию. Не обязательно, знаете, чтобы мы там поделили там богатство. Хотя это нормально. Богатство страны, ненави и так далее, раскинуть более-менее на всех. А знаете, чтобы было нормально. Ну вот, чтобы ты мог трудиться, своим трудом зарабатывать, и это было справедливо, чтобы на тебя не навешивалось столько там различных там налогов и прочих вещей, которые делают твою деятельность нерентабельной, неэффективной, убыточной. Понимаете? И поэтому народ и не занимается собственным пропитанием из-за того, что такие законы. А кто их составляет, когда не вы? И вот понимаете, мы все не можем, а как на Украине они не могут. А вот придет какой-то дядя, вот президент, и он тогда своими указами скажет, вот так вот, вот так вот, вот так вот надо. Просто для того, чтобы все это выровнялось. И вот Зеленский наивно думает, что стал президентом, и как бы сказать, показал, как надо жить, и дальше все вроде как это настроится, и он уйдет, все это пойдет так, как надо. Посмотрим на нашу страну. Вот пришел Путин. Что он вначале говорил? Он говорил о том, что он не будет там переизбираться, как положено согласно Конституции. Далее у нас идет изменение Конституции, далее идет изменение сроков, и люди, которые пришли к власти, все меняют под себя, чтобы как-то застолбиться, устояться на законных основаниях. Все это же, тех же депутатов. Вот если они депутаты, они преследуют, так сказать, благосостояние народа, ну пусть поживут, как и народ живет, на ту же зарплату там, вот она там у нас где-то, зарплата средняя по Каменскому району, по Ростовской области, 18-20 тысяч. Вот пусть на эту зарплату поживут, чтобы они почувствовали, как это. Нет, они все от себя подняли, какие-то законы принимают, вот это государство, вот это что-то такое, появляется в главе государства, а все остальные прислуга государству. И Зеленский уйдет, придут новые люди, если это все случится, и они опять все это изменят. Это только возможно тогда, когда сознание народа станет таково, что он не позволит это сделать. Уже были прекрасные примеры. Каддафи, пожалуйста, там, обучайтесь, вам там что-то там бесплатно, что-то так далее. Раз его сверли, а че народ? Народ не созрел до того, чтобы поддержать вот действительно своего лидера. И его не стало. И что там сейчас творится? А был там, ну практически коммунизм был. Вот в чем, то есть каждый человек должен созреть и понимать, где справедливость, где благосостояние, на чем они основаны. Ну, когда вот это все, это благосостояние основано на нищете народа, ну, это не то. Более того, один народ на другой, там, натравляет что-то, вот это войной, уничтожается. И нужна вот, практика мировая покажет, нужна, знаете, вы говорите, территория. А народ, который был на ней, он просто-напросто изгоняется. Это в лучшем случае изгоняется. А практика показывает, вырезается. Ну, американский континент, сколько там было индейцев. Пришли первые там слова Колумба, или какого-то, которые он докладывал, там, кому там, королю или там королеву. О, говорит, американский народ, коренные жители Америки, они могут быть прекрасными рабами. Я не хочу дальше распространяться, потому что это тут. Это должен, знаете, не один лидер быть там. Джон Коунар, который там против машин там воюет. Поднял человечество. Это настолько должно быть, вводиться в сознание человека, буквально-таки с пеленок, с ясень, детского садика, со школы. Вот тогда, тогда человек, чтоб он чувствовал, что он человек. Ну, вы поняли. Саша, здравствуй, Петрович. У меня после 30-дневного голодания появилась горечь во рту. Уже 10 дней. Подскажите, что делать? Спасибо большое. Это говорит о том, что, когда разбудился, какие-то проблемы с печенью, появились, идет, значит, будем говорить, заброс. Да не обязательно даже заброс, а слишком много желчи. То есть, в данном случае, в данном случае, хорошо попить свежевыжатые соки, морковный, там, яблочно-свекольный, яблочно-сельдерейный сок, попить талую воду, вообще так отдельно. Запомните, талая вода, это та вода, в которой плавает лед. Взяли кастрюльку, там 2 килограмма льда, поставили ее здесь, вот, при комнатной температуре, она тает, лед плавает. Вот раз выпили, там, натаял стаканчик, вы выпили, натаял полстаканчика, вы выпили. То есть, плавает еще лед. Вот этот лед, быстренько там, вернее, ледяная вода, это талая вода, быстренько промоет печеночку, все, и горечь исчезнет. Бывают подобные вещи, это говорит о том, что пошла расшлаковка хорошей печени, но не до конца. Голод был прерван, она, как бы сказать, застряла на этом состоянии, и вот она продолжает уже, будем говорить, как бы, выделять все это, но уже не так легко, как на голоде это происходит, через желудочно-кишечный тракт, там все это сбрасывается, а уже больше там, всасывается в круг, поэтому во рту такое состояние горечи. Ничего страшного, это проходит, ну, такое бывает. Беседа о жизни. Кирилл. Досмотрел до конца, один из лучших выпусков, может быть, час и многовато, но вот на 40-50 минут подобного рода выпуски были бы очень уместны, мне кажется, и атмосфера получилась такая, естественно. Вас смеются, как будто я напротив сижу, и мы разговариваем. Вот это очень хорошо, что мы с вами разговариваем, не причёсанное, естественное поведение, отсутствие монтажа, в данном случае, только на пользу. Вот это самое важное. Я с вами беседую, вот я вроде бы беседую с камерой, там на себя насмотрю, как я там немножечко выгляжу, но я уже, резкость у меня в глазах не та, чтобы я себя досконально видел, как я там это, ну, так примерно вижу, что я по центру камеры сижу. Чтобы и вот так вот общаясь с вами, это, конечно, уже такая телевизионная, будем говорить, фишечка, которую мне привили на первом канале, смотри в камеру, работай на камеру, а остальных всех забудь, их тут нету, вот, твоё, зритель. И мне, ну, важно, раз я с вами говорю, мне важно донести, знаете, свою мысль, которая бы вам принесла пользу. Не просто, знаете, наговорить там, какие-то там вещи, чтобы вам там смешно было, хихиха, хахаха, потом выключили, всё забыли. Чтобы это что-то осталось у вас в сознании, и более того, вы что-то взяли для себя полезное. Есть такое понятие, как душеполезные беседы. Они не так, они проводились раньше, когда люди встречали мудрецов и хотели у них узнать их мнение по тем или иным жизненным вопросам. А как жить? Как поступать в том случае? Как поступать в этом случае? А что будет, если ты не так сделаешь? Чтоб всё это как-то объяснилось, рассказалось. Так вот, нечто вроде вот этих душеполезных бесед, бесед о жизни, о здоровье, о нашем бытие. Вот как раз я и провожу, благодаря тому, что я на пенсии, у меня есть время. Потому что люди работающие, им некогда этим заниматься, им надо кормить семьи. Вот видите, как получается. Либо же, либо же, якобы, вот это вот видео непопулярное. Поэтому мы с вами будем говорить больше о машинках. Потому что реклама на них стоит дороже. А вот такая вот простая беседа ничего не стоит для рекламы. А для человека это много значит. Кирилл, значит. Кстати, очень интересная теория, что кандида может запасать мочевину. Как бы я сказал, я бы не сказал, что кандида там будет запасать мочевину. Просто микробы, поселившись в организме человека, естественно, они так его перестраивают. Опять-таки говорю, вот как человек на поле. Он его так перестраивает, как ему удобно, чтобы вот тут только вот это росло, а не то росло. Так и они только раз, им удобно сделать вот так вот. Так настроить обмен веществ, чтобы, ну, будем говорить, появилось больше азотистых удобрений для их роста. Вот вам и теория. То есть и теория, и практика это все вот въедино сплетается. Но я уже не буду повторяться, что вот я лично для себя оценил, что одно дело, человек просто переедает мясо, и у него кристаллы мочевой кислоты опускаются, да? Он перестал есть мясо, и уже ему полегчало. А другой, он все это прекратил, он только сидит на растительном питании, а кристаллы как были, так и есть. Что-то тут не вяжется. Ну, как-то думают, у нас же думалка есть. Для того она нам не дана, чтобы мы как-то думали, и причем, знаете, это все не просто вот какие-то теоретические, это практические вещи, когда человек столкнулся, у него суставы распухли, он не может ходить, и что он должен делать? И если помощи толковой, ниоткуда нету. Астровские и другие не рассказывают про тонкие тела, про полевую форму жизни, а меня очень интересует эта тема. Сразу я хочу сказать, что меня интересует эта тема, потому что, я уже рассказывал, что вот это вот оздоровление, вообще наука о человеке, она неполная, без учета вот этих тонких составляющих человеческих существа. Фотографии же делали, фотографии Кирлиан, то есть фотографии в высокочастотном поле, когда, допустим, у человека нету пальца, делают эту фотографию, а этот фантом этого пальца есть. То есть физически вот этот нету, а фантомчик есть. Тонкие составляющие, на самом деле, это не тонкие составляющие, а самые мощные составляющие, потому что, ну вот, невозможно измерить там, допустим, энергетическую составляющую нашего человека, как бы сказать, сколько она весит. Тело мы можем взвесить, взвесить. А вот, будем говорить, вот эти вот энергии, которые составляют наши тела, по которым строится физическое тело. И отсюда вот получается вот такие вот вещи. Они очень важны, потому что именно изменения, в первую очередь, от нашего сознания происходят в тонких телах. Мы на них можем только повлиять с помощью того, из чего они состоят. Так как они состоят из информации, из энергии, а мысль наша состоит из информации, энергии, вот мы на нее и можем повлиять. И как это все влияет, как это все действует. Вот знаете, еще, я смотрю на свои ногти, на свои пальцы. Вот сейчас ногти такие, ну, нормальненькие, вот этих у них каких-то заусенцев особо нету. А как что-то там расстраивается у меня в организме, появляются вот эти вот заусенцы, какие-то ногти становятся не такие. То есть, вот эти нейротические потоки первыми, они расстраиваются, именно они. И поэтому получается здесь, что вот эти вот заусенцы, какая-то непонятка получается. то есть, не уравновешена энергетика, вот эта тонкая. Как только она уравновешивается, у нас наступают в организме гармонии, вот эти все, знаете, вот эти вот окантовочки, конечные там, допустим. А у женщин, возможно, вот эти волоса перестают там не секуться, волос сохраняет свою нормальную формулу. И это же сказывается ногти, это же сказывается вот этих вот валиков вокруг ногтей. Это не просто интересно, а это жизненно важно. И вдобавок идет у нас и циркуляция об этом. Ну, насколько я знаю, настолько я рассказываю, и буду рассказывать. Островский шарлатан и говорит про те болезни, которые переболел сам, про остальное несет чушь. В защиту Островского скажу. Я тоже говорю о том, и человек особенно хорошо знает, о том, что с ним случилось, и как он это преодолел. То есть, какие у меня там болезни были. Это хорошо, что у меня были, и я преодолел их, и я рассказываю вам так подробно. Если бы я не голодал, допустим, сам, я бы не рассказывал вам подробно о том, как голод там влияет. Если бы я то-то не делал, не питался сырой пищей, я бы не говорил, как сырая там пища работает, и так далее, и тому подобное. То есть, любой человек более лучше расскажет вам со своего собственного опыта. Я так думаю, у него несколько своя, и в чем-то даже весьма интересная направленность его канала. Тем более, знаете, как просто говорит, вы голосуйте, Тавтология, своим голосом. У меня только 10 тысяч подписчиков. С 11-го года, может, я там делал многое неправильно, у него более 600 с 17-го года. Поэтому как-то соизмеряйте вот эти вещи, и в любом случае, в любом случае, выберите то, что вам надо. И это тогда будет самое правильное. А, так говорит, как-то сравнивать. Ну, сравнивать нормально, потому что все мы сравним. Ну, что поделаешь. Это такая сущность человека. Сравним одного, сравним другого, сравним себя молодого, сравним себя пожилого. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч!